Флипсайд, Тактикс и Дигнитас. Команды, которые проиграли первые свои матчи, флипсайды проиграли очень, ну, не знаю, просто очень сильно они проиграли на самом деле карту Трейн, которая вроде как комфортная абсолютно для них, но Клоуда показали очень хорошую атаку и в целом понимание игры на Трейне и выиграли со счетом 11-4, и в конечном итоге команда Блейда не смогла собраться и проиграли этот матч, а Дигнитас как раз-таки играли с Фейзами и Фейзы обыграли Дигнитас, да, очень серьезно. Ну и вот теперь у нас получается так, что лузеры первого дня встречаются сегодня в матче, в котором уже сейчас станет известно, кто поедет домой. Это Бест-Оф-3 серия. Первая карта, если не ошибаюсь, у нас Трейн. Да, должна быть Трейн. А дальше? Неизвестно. А дальше еще должны нам сообщить, но в любом случае, вот если вот смотреть по Трейну, то мне кажется, Трейн, Коббл, Мираж. И вот если по пикам, то я бы сказал, что Трейн выбрали Флипсайды, наверное, хотя, глядя на их вчерашний Трейн, опять же-таки можно усомниться в этом, но я думаю, что они не смотрят на это. Да, Дигнитас, Коббл. Дигнитас выбрали Коббл. И третья карта у нас? Мираж. Да, Мираж. И действительно очень интересно будет посмотреть за этим сражением. Мы уже посмотрели сегодня Gambit Gaming против Envy. К сожалению, наша команда, одна наша команда уже покинула этот турнир. И под вопросом еще Флипы действительно. Посмотрим, посмотрим. Соперник у них очень серьезный. Дигнитас команда, которая в принципе на ходу. Скажем так, Дигнитас не имеют свойства проигрывать командам слабее себя. То есть это, в общем-то, такой довольно серьезный, такой крепкий середнячок, который даже с топовыми коллективами может сыграть 2-1 и зачастую напрячь. Но пока, к сожалению, для датского коллектива особо звезд с неба они не хватают. Да, посмотрим. У нас вот три датских коллектива очень сильных. Ну, остались на этом турнире нет. Но есть еще героики, которые сегодня будут играть, кстати, против Envy. Но это другая история. Я напоминаю, что победитель встречи Флипсай и Дигнитас выйдет на команду Фейс Клан, которая вчера во втором раунде венеров проиграла команде Cloud9, которая в свою очередь вышла с первого места этого квартета. То есть у нас уже есть члены этого турнира, которые вышли в плей-офф. Это Virtus.pro, Cloud9 и еще две команды, которые сегодня определятся. Да, это будет пара Envy против Heroic. Да. И, конечно же, победитель этой пары против Фейсов. Это те команды, которые, естественно, выйдут в плей-офф. Ну и стартуем, начинаем в атаке. В атаке Флипсай, Дигнитас в защите. Дефуза есть у Magic's Boy, ну и Раскид есть у Блейда. Ну и посмотрим, как они используют эти девайсы, которые ты только что назвал. Маркелов действует вместе с тиммейтами на зелени. Там же у нас бомба. За эту позицию отвечает Рубина, пытается займить. Пока что не получается и не наказывает Рубина, что самое интересное. Пока что он уходит. 54 хп у него остается. Ну и еще и второй выпад на Вейлендера и уже успешный 5 на 4. Начало для команды Flipside Tactics не совсем уж хорошее. Да, хорошее начало и просто шикарнейший хедшот от Рубина. Ну и Флипсай это действительно не самое хорошее начало. Вроде как пытались они прочекать зелень и, судя по всему, сделать килл. Но нет, не получилось. World Elite уже выходит из мидла, погибает от конфига. Не самая лучшая игра от Гоши. Конфиг уже пытается принять... Ну, все-таки забирает он Блейда. В это время Шара на зелени делает минус. Ну и конфиг забирает также Маркелова. Шара тут как-то не заладился раунд практически с самого начала игроков команды Flipside. Жесткие, жесткие хедшоты от конфига. Минус 4 в целом от этого парня. Ну и все хорошо для Дигнитас. И да, они начинают в защите. Сильная карта, опять же, для них должна залететь. Сильная сторона даже, я бы даже сказал. Но вот флипы, вот эти действия, вот вроде как заметили противника на зелени. Там пытались по одному против него действовать. Это был Рубино. От него же залетел опенфраг. Потом все-таки попытались выйти через сотку. А там уже конфиг с хорошей стрельбой. Ну и, соответственно, счет на табло. И довольно-таки он объективный. Еще один выпад на зелени. И вновь опенфраг от Рубино. Шара с ОМПшкой сразу погибает на зелени. Это очень плохие новости для Флипсайда. Блейд выходит через мидл. И Вейлендеру забирает Мэджикс Боя. Рубино тут же отвечает. И Каджумп еще также делает минус по Вейлендеру. Ну и два игрока у нас остается у Флипсайда. Ситуация 2 в 4. Крайне сложно здесь будет взять раунд. Но в спину Блейд мог забрать. Волд-1 забирает Рубино. Ой-ой-ой, опасность. 1 в 2. Это форсбай от команды Флипсайд. Ну и Гоша уже двоих где-то нашел. И сейчас еще и подобрал УМПшечку. Да, если был бы армор у Гоши, то мы понимаем, что он сейвит на АВП в любом случае. Но если УМПшечка, то действительно можно с ней дальше перетягиваться. Но вот МСЛ вроде как должен был слышать передвижение противника и давать инфу Кейджун Би о том, что возможно WorldEdit будет выходить на точку Б. Да, так и есть. МСЛ просто будет поджимать в спину. А Кейджун тут же производит ротарцию. WorldEdit пока непонятно, куда дальше пойдет. Возможно слезет наверх-вниз, попытается собрать какую-то информацию. Но мы видим, что рассредоточены два игрока Дигнитас. Находится МСЛ в доме. Кейджун довольно хорошая позиция в коннекторе. Он сразу очень быстро будет хелпать. Ну и Гоша идет на Кейджун Ба. И Кейджун делает легкий фраг. 2-0. Это был форсбай от флипсайд. Ну и сейчас мы увидим еще одно эко. Пришел на собственную казнь просто сейчас Гоша. Действительно Кейджун Би очень круто его прочитал. Ну и Найс Трай от WorldEdit мог даже, если бы убивал сейчас сотку, потом можно было бы ставить бомбу на точке А и дальше разрулить ситуацию один на один. Ну и флипсайд. Вновь эко. Видимо, что у WorldEdit, кстати, там за 4 тысячи перевалило. Что значит, что в третьем раунде мы в любом случае увидим снайперский девайс. Ну и Рубина. Агрессия от него на зелени. И возможно еще один OpenFrag залетит на Маркелове, который просто упрыгивает с этой позиции. Там Рубина еще чекает смок. Получает хэдшот. 60 хп у него остается. Но дальше вот не идет. И вроде как правильно все делал. Но Диггл от WorldEdit тут же его наказал. Знаешь, вот не совсем... Ну, я, если честно, не понял Рубина вообще. Зачем? Тут нужно было уходить, если тебе не получилось. Тем более, да, ты видишь, что сидят с респа, глубоко смотрят. То есть, в общем-то, ловить там нечего. Но есть размена Дигнитас. Они забирают Вейлендера. Каджун также делает минус по Блейду. Флипсайды пытаются выйти на открытый плент, но у них ничего не получается. Каджун и Мэджикс Бой отлично здесь работают. Принимают этот выход, но и ничего не складывается. У Флипсайда в этом раунде Марик пытается сделать килл. Тут по патрону, по два. Ай, получается. Мэджикс Бой под завесу этого раунда оформляет трипл-килл от Эмиля Рюйфа. И три-ноль для команды Дигнитас. Ну и на ваших ранах только что как раз-таки промелькнул этот молодой игрок датского коллектива. Ну и посмотрим первый бай. И уже хочу посмотреть вот как раз-таки работу от Волда Вита на сотке с АВП. Или все-таки пойдет на зелень? Ну тут, наверное, будет зависеть от респа. То есть если у Гоши будет респа в мидл, он попытается сразу же пикнуть. Да, у него, кстати, есть респа в мидл. Ну там хороший молотов. Хороший молотов. Ну и опять же он там должен подловить человека, который занимает, да, вот действительно на вагоне. И мажет, как он мажет, все-таки должен был. Ну не то чтобы должен был, но мог. Ой-ой, проблемы у Рубино с АВП, кстати. Рубино с АВП, без армора, на зелени. Ну и получил уже. Получил по щам. 32 хп осталось у Рубина, Виларуэля. И МСЛ у нас, отвечающий за точку Б, капитан команды Дигнитас, будет работать. Потому что, в принципе, на него смотрят сейчас стволы команды флипсайд. Будет, возможно, раскидка или просто на морозе выпад. Так, МСЛ очень важный здесь. Какой тайминг неудачный для МСЛ. Отвернулся, и Вейлендер его находит. Выход на Б от флипсайда в бомба устанавливается. Ситуация 4, уже 3 в 5. Ну и тут еще и 2 авика без армора. Ретейк вообще просто нереален. И, конечно же, Дигнитас это понимает и отходит на сейв. Да уж. Ну вот, это АВП от Рубина, которая не сработала на зелени. И потом еще и МСЛ одного одинешенького оставили на точке Б. И он вынужден был работать против двух фронтов. Но это не сработало абсолютно, потому что словил не самый лучший тайминг этот парень. Ну и первый раунд для команды флипсайд тактикс. Поздравляем с почином на карте Детрейн. И это их пик. Еще раз напоминаем, что Дигнитас ответили выбором карты Коблстоун. И третья решающая будет Мираж. Да, интересный у нас мап пик. И вообще матч очень интересный. Ты знаешь, я даже не могу вспомнить, когда флипсайды с Дигнитас играли последний раз. Возможно, это было на ESL Pro League. Но вот так сразу навскидку, свежие воспоминания, мне в голову ничего не приходит. Тяжело, 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 действительно. Ну и Вейлендер тоже потеет, старается действительно матч на вылет с турнира. И опять же напоминаю, что это DreamHack. На 100 тысяч долларов 8 команд. Уже не 8, уже 7 пока что. Вот мы знаем, что гамбиты вылетели. Ну и это тоже матч как раз-таки за выживание. Так, Блэйд уже внедрился в мидл. Очень перспективно из гранатой погибает. Но нельзя в такой динамике действительно раскидывать гранаты. Или нужно это делать закрыто. Конфиг делает минус по Блэйду. Так, Вейлендер почему-то не в статичной позиции. Шара находит Конфига. Но есть размен для флипсайда. Вот что дальше? В чем вообще идея в этом раунде? Дальше нужно отстреливать у нас девятку. В которой работал Рубина с АВП. Там 2 АВП. Опять же таки Конфиг. Там нашил немного шару. После него Рубина забирает противника. 3 в 3 ситуации. И падает фуловый марк киллов от этого снайпера. Пока что Рубин лучше в этом раунде. 3 в 2 ситуация. Волд Эдит и Вейлендер. Против МСЛ Рубина и Кэджун Би. Слепущий Вейлендер. Но все-таки ползет к пленту. Но теряет поддержку от Волд Эдита. И уже вынужден разруливать в одиночку. И нужно уже забирать бомбу. Хотя бы ее устанавливает. Но мы-то знаем, что эти АВП не дадут ему это сделать. Да, но у Вейлендера на самом деле… Нет. Хотел сказать о том, что неплохая позиция. С которой можно будет сделать минус. Но контролировали. Быстрый раунд от флипсайта. Да, быстрый раунд от флипсайта. Ты знаешь, мне кажется, что там даже не суть в том, что это был выход А. Это было что-то похоже на фейк. Потому что Вейлендер стоял перед коннектором на Б. Ну вот перед выходом на троечку. Мне вообще цифра 3 нравится по отношению к этой позиции. Которая на Б. Нижний и верхний парапет. Вот там, где именно сам, который я обычно называю коннектор. Ну вот просто тройка. Это такая цифра, которую может никто и не знать. Ладно. Потерялся я немножко в рассуждениях. ВОД делает минус по конфигу. Который совсем, кстати, очень неудачно поджимает мидл. Ну вот тот случай, когда АК-47 перестреливает в М-ку. Когда оба попадают по головам. И мы видим, что 12 хп осталось у World Edita. Мэджиск бой агрессивничает против сотки. Убивает Блэйда. Бомба уже падает. Еще и красный может оказаться шара. Но нет. Он не преклонен в своей стрельбе. И убивает игрока команды Дигнитос. Просто Маркелов заходит просто в смок через зелень. И тут же отворот, поворот от Рубина. Ситуация 3 в 3. Так. Ну ситуация 3 в 3. Но тут я думаю, что все-таки преимущество для флипсайд. И Вейлендер находится на очень хорошей позиции. Он может здесь открыться на МСЛ. И в целом опять же мы видим, что бомба стягивается как раз-таки на Б. Ну и МСЛ, судя по всему, заметил своего оппонента. Да, заметил и пропускает. Как же МСЛ? Какая неуверенная игра от капитана команды. Тут же Кэджин Би врывается через сотку. Есть у него АВП. Есть позиция, но не убивает шару. Пропускает его на плент. И вот этот килл на МСЛ, он был центральным в этом раунде. Еще и Кэджин Би отлетает. Рубина в этой же позиции будет пробовать, наверное, брать раунд. Есть диффузы, есть также флешка и молотов. Но опять же-таки нет позиции для того, чтобы выигрывать позиционку. И, соответственно, он тут же перетягивается на точку А для сейва на МСЛ. Ну как же так? Да, вот как-то потерялся. Знаешь, вот когда опорник при выходе на него, его так легко забирают, он не разменивается. Он стоит на пленте, и он не контролирует ни верхний плент, ни нижний, ну не плент, а выход, волну. То есть ни нижнюю, ни верхнюю. Ну абсолютно как-то человек стоит, вот он, знаешь, не пришей кобыле хвост. То есть непонятно вообще, что происходит, зачем он, что он делает, что он пытается сделать. При том, что на Старладере, в принципе, вчера он показывал довольно-таки неплохую игру. И в целом-то наставил про себя, вот о себе, вернее, очень хорошее впечатление. Ну а сейчас не идет игра у капитана Матиаса. Ну вот здесь вот второй раунды команды Flipside Actrix и немножко возвращаются. По экономике все очень неплохо. Ну и Рубина на ваших экранах промелькнул. Ну и смотрим, седьмой раунд. Пока что 4-2. Да, есть двойное преимущество команды Dignitas. И смотри, хватило даже там на 2Мки. Ну я думаю, что сейчас Flipside понимает, что они играют против полноценного бая. Blade занимает выгодную позицию, уже можно здесь атаковать. Хорошая действительно у террористов точки. Ну и Шара с гидропоникой, кстати. Если что, звоните Шаре, я думаю, что он вам поможет. Пытается действовать через перемычку Шара. Blade тоже подтянулся именно на эту позицию. Magusboy на сотке пока что пропускает противника. Окей, Джунби! Отлетает Blade. Хороший выстрел с АК-47. Ну и преимущество нужно укреплять. Но не получается. Это как минимум у Шара, который умирает от рук Magusboy. Но бомба-то поставлена. А где смок в Зиг? Почему до сих пор не выкинули смок? Тем более... А, уже выкинули. Все, WorldEdit забирает Рубину. А в меньшинстве игроки команды Dignitas очень сложно будет здесь что-либо сделать. Поэтому Magusboy забирает Маркелова, который открыт был на пленте. И довольно легко его забрали. Убили. Точнее, конфиг. И от минус полу Блэйду. MSL конфиг. Какой переворот от Dignitas. Ой-ой-ой. Как там Blade не убил. Но тут MSL просто круто среагировал. Жесть какая-то. И залетел там. Хороший хэдшот по Блэйду. Ну и, соответственно, работа от конфига с АВП. Минус два от этого парня. И сейчас как раз-таки герой на ваших экранах. Ну и 5-2. И такой вот раунд не самый лучший проигрывает флипсайды. И очень обидный. Потому что, опять же, была ситуация в их пользу. Бомба поставлена. Сидите себе на позициях и отыгрывайте. Ну вот полезли. Ну и, соответственно, хорошие тайминги. Хорошая стрельба. Вот Датчан. Вообще Train такая карта, которая вот в случае установки бомбы террористами. Она позволяет просто, ну, настолько рассредоточиться по точкам. И так сложно вас, на самом деле, находить и выбивать. Что, очевидно, в таких микромоментах террористы должны просто жить. Просто жить, не умирать. И это главная задача на раунд. Конкретно в том моменте, когда стоит бомба. Ну и эко-раунд от флипсайд. Мы видим, что денег нет. Это, конечно же, проблема. Рубина с Каджумбом по-прежнему с двумя АВП. Хорошая экономика у Дигнитас. Но вот, ты знаешь, если бы флипсайды взяли прошлый раунд, то тут могли на очень хороший они выйти счет в конечном итоге. И в атаке отыграть намного лучше. Но сейчас уже, конечно же, Дигнитас могут просто... Ой-ой-ой, что происходит? Вейлендер и Блейд! Блейд просто с дегла ставит два хэдшота. К сожалению, мы этого не видели. Но ситуация уже 2 в 4. Можно забирать эко! Вейлендер и Блейд просто разваливают. Боже, что происходит? Я не знаю. Они просто вышли через сотку и вверх-низ. И поставили по два хэдшота с дезерта игла. И это просто ставит на колени сейчас экономику команды Дигнитас. Круто! Ну, красавчики, на самом деле. Классная стрельба. Вот и деглы. Кэжинби в шоке. Кэжинби не понимает, как такое произошло. Ну, там чуваки с АВП через весь трейн падают от деглов. Там прицельные выстрелы в голову. Ну и, соответственно, сейчас вот то, о чем ты говорил в начале предыдущего раунда. Да, упали по экономике флипсайды, но тут же вернули ее. И сейчас как раз-таки в этом плане проблемы у Дигнитас. И они с пистолетами, арморами. Да, и теперь уже эко от Дигнитас. И будут парни пытаться переворачивать. Вот мне нравится, как флипсайды действуют на пленте. Они это делают очень динамично и очень неплохо. MSL делает минус, отходит. Так, нужно разменять. По крайней мере, уже есть позиция занять плент. И нужно сейчас очень серьезно отыграть. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это беда. MSL красный делает килл. Вейлендер отвечает. Ну и что дальше? Отвечает пистолет и команда Дигнитас. Пока что все неплохо. Но два в два ситуации. Вейлендер, Маркеллаф. Нужно тащить. Мэджис бой. Хороший врывается на противника. Ну а дальше Маркелов отвечает. И конфиг 11 хп. Но у него есть АК-47, который просто может в голову попасть. И хотя бы один патрон по Маркелову залетает. И тут же конфиг тащит этот раунд. Нет, все-таки Маркелов хладнокровно смог убрать. Ну рисковал, кстати, Маркелов. А на самом деле, если вот так вот по логике подумать, можно было на фейк не вестись. Потому что очень часто на эко-раунде диффузов у пацанов нет. Ну тут действительно такие. Но, знаешь, опять же, в динамике мы со стороны видим так. А в динамике человек может просто об этом забыть. И вот он прилетела флешка. Он понимает, что человек на планте. Он может обходить. Нужно обходить. Нужно как-то действовать. Но в конечном итоге Маркелов забирает раунд для флипсайд с огромными проблемами. Флипы все-таки берут этот раунд. Это был экономический. Ну и хороший отыгрыш, хорошая эко от Дигнитас в целом. Но все-таки флипсайд очень много денег потеряли. Да, это проблема. Да, там масса АК-47 была потеряна. Ну и сейчас очередной раунд. Десятый по счету. Вновь пистолеты у команды Дигнитас. В предыдущем раунде были несколько арморов. Но вот здесь только голые пистолеты. Ворд Эдит, опен фраг на Кейджин Би, который за планетом ошибается. Кстати, вот Кейджин Би как снайпер должен вот такую штуку читать. И почему он так легко выходит и погибает, не совсем понятно. Ну и Коша сейчас умирает от Мэджик сбоя. Блейд все-таки разменивает, подхватывает все это дело. Ну и все-таки в плюс размениваются флипсайды. В целом для них все вроде как неплохо. Есть контроль вверх-вниз. Ну и сейчас в мидл также, я так понимаю, будет выход чуть-чуть с позднячком. Ну и конфиг. Конфиг занимает хорошую позицию. Может работать здесь Блейда, но Блейд не преклонен. Да, Блейд в этом раунде делает уже два минуса Рубина на окнах. Поджимка тоже не работает. Блейд просто в прыжке забирает, его заспреивает с АК-47. МСЛ последний на сэндвиче делает мув. Опять же таки для того, чтобы обойти противника, который уже на пленте. Но он выходит на два ствола. Ну и один из них его наказывает. Это Андрей Блейд, который оформляет минус 4 в предыдущем раунде. И уже у нас временная ничья. Ну Андрей Блейд, Городенский вообще как капитан, вдохновляет наверняка свою команду. Делает важные киллы. Кстати, напомню, что Эка, которую они взяли, он сделал два килла. Также сделал два килла WorldEdit, подобрал авик и сделал третий. Поэтому, в общем-то, возрастное звено команды Флипсайд. Даже не звено, а человек просто. Он, в общем-то, один такой самый старый. Ну, есть Маркелов, но Маркелов чуть помладше. Так, Батюксбой, как ошибается. Поджимает здесь. Вот честно, ребят, вот честно. Сам себя загнал. Этот поджим в никуда. Вот честно. Вот он просто в никуда. Обратите внимание, что Флипсайды сейчас играют медленно. И это было очевидно. Да, они играли быстро перед этим девайсные раунды. Но динамика как бы меняется, да, то есть задается тон. И Флипсайды понимают, что сейчас важный раунд, его было бы неплохо взять. Соответственно, играют очень аккуратно, как Блэйд нашил конфига. 42 хп. Поэтому Мэджиксбой, вот этот поджим, если честно, опять же, если бы сделали его вдвоем, я бы еще понял. Один в соло это... Причем это вторая подряд такая ошибка. Мы уже видели, Рубина там поджимал соло. И сейчас вот Мэджиксбой тоже решил погеройствовать на зелени. Этого не получилось. Будет у нас раскидка точки А. Но это, возможно, будет фейк, потому что бомба до сих пор там тусуется в доме. И, возможно, будет выход на МСЛ, который один-одинешник на точке Б. Да, так и будет. Ну и довольно быстрая стяжка и очень быстрый выход на нижний плент. МСЛ слышит здесь всех. World 1 минус Каджунпы. Каджунпы, шара, пихивает просто-напросто в голову эти патроны МСЛ. Он погибает. Но вот в очередной раз мы видим, что МСЛ действует неуверенно. Вроде как и позиция неплохая. Но катушки, опять же, это банальная точка, которую сразу же при таком быстром фаст-выходе чекается в первую очередь, конечно же. Ну и вот мы видим, что оставшиеся два игрока Дигнита сэйвят. Но это проблемы, это проблемы. Вот выходят флипы вперед с счетом 6-5. Чудесное начало на карте трейн. Но, опять же, хочу напомнить, что вчера против команды Cloud9 Flipside Tactics взяли всего-навсего 4 раунда в защите. Ну и тут не факт, что Дигнита засейвит. Да, есть конфиг с Рубин, но World 2D отстреливает шару, но он был красный. Но тут попадание в голову, и Рубина тоже нужно загонять. Ни в коем случае нельзя давать сейв этого Адамп. Получается World 2D после взрыва уже бомбы забрать противника. И 6-5 команда Flipside Tactics выходит вперед. Конфиг там, откровенно говоря, просто зажал кнопку, не мог отпустить. Там еще такая позиция была у него очень интересная. Просто уже, знаешь, зажал, сел, зажал, скилл показал. Вот уже, знаешь, нажал кнопку и уже остановиться не может. Уже поливает, поливает, как собака-поливака. Эко-раунд от Дигнита с Flipside Blade, как всегда, делает свою любимую фишку. Кстати, вот в трейне, ой-ой-ой, проблемы для Flipside шара. Почему-то вот не ожидал вот этого агрессивного выпада от Дигнита. Ну и Blade, хороший контроль Акана, конфиг. Ну и проблемы, проблемы. Сейчас можно отдать Эко. Маркелов все-таки восстанавливает статус квозь. Ситуация 3-3. Перетяжка от Magis Boy. Вместе с тиммейтом действует через сотку. Маркелов уже на пятом вагоне. Есть за плентом у нас Рубина. В принципе, Марик должен замечать, но не попадает ни одним патроном по противнику. Вейлендер тут же вырывается через верхний с Magis Boy. Забирает голову Орл Дигнита. И Вейлендер. Ситуация 1 на 2. Против него действует MSL и Рубина, который очень красный. 10 кп у него нужно уже перетягиваться. Есть еще минута для того, чтобы разрулить. Да, времени много. Тут главное, чтобы Вейлендер не начал зажимать. В принципе, Вейлендер хороший стрелок. Он, в общем-то, с эймом у него проблем нет. Главное, чтобы не топил. Чтобы, знаешь, четко по 2-3 патрона и разобрал своих оппонентов. Рубина, кстати, очень мало хп. Это надежда для Вейлендера. Но вот сейчас Рубина займет хорошую позицию или он все-таки пойдет дальше. Ну и сейчас Рубина погибнет. Погибнет. И вот опять же, неаккуратная игра. Абсолютно непонятно, куда человек двигается. А, возможно, за Калашом, да? MSL, MSL может. Да. Просто тащит этот раунд для своей команды. И Вей вроде как, ну, там, поворачивался. Но не хватило прытья для того, чтобы среагировать и навестись на голову противника. Вот. Это был экораунд, друзья. И флипсайды проигрывают его. И это, конечно же, проблема. И уже 6-6. Хотя вот было все для того, чтобы выйти на преимущество в 2 раунда. Но вот флипсайды решили действовать вот именно так. Выйти на точку А на пистолеты и по одному как-то вот так разыграть. Не самым лучшим образом. Но в любом случае это уже история. Нужно смотреть дальше. 13-й раунд. Флипы закупаются. 2 АВП. WorldEdit и Markellov. Да, очень интересно. Обычно в атаке на трейне. Ну, если честно, честно говоря, я не вижу вообще смысла покупать 2 АВП именно в атаке. В защите, да, в этом есть резонт. Но вот в атаке, если честно, вы теряете сразу же в пластичности. И вам нужны какие-то не просто выходы, а вам нужна платформа, да, для того, чтобы эти авики могли выходить. Да, и, соответственно, делать киллы. Это не так-то просто сделать на трейне, потому что карта все-таки достаточно закрытая. И уже если вы открываетесь, условно говоря, либо на точке А, либо на точке Б, то это, соответственно, происходит уже полноценная война, приемка. И тут с авиком нужно быть очень расторопным, чтобы сделать много киллов. Но в любом случае флипсайды делают бай. Наверное, есть какой-то у них план на этот раунд. Рубина забирает Марика, который пытался в соло там, видимо, пикнуть зелень. Ну и уже есть инфа по тому, что 2 АВП команды флипсайд действует через сотку. Мы действительно очень часто замечали на трейне за атаку, что флипы, если 2 АВП, то 1 идет в зелень, 1 в сотку. И вот Рубина. Оба этих АВП у флипсайдов падают. Рубина контрит. Блэйд, выход от него. И он отменяется. Конфиг его отрабатывает. Шаром вместе с Фейлендером. Один под точкой Б, второй через верхниз. И как раз таки верхниз у нас падает. Фейлендер хоть один фраг в этом раунде зарабатывает. Убивает МСЛ. Но Мэджис бой уже приходит на помощь своей команде. И Дигнитас немного переворачивает ход этой встречи. Вроде как все шло к тому, что флипсайд должны были побеждать. Забирать хотя бы 7-8-9 раундов. Но вот после предыдущего раунда против пистолетов все кардинально поменялось. Но и сейчас за счет этих АВП, купленных в предыдущем раунде, нет денег и вынуждены играть с пистолетами. Ну и вот он Рубина. Парень, который не является штатным снайпером. У команды Дигнитас на зелени делает два минуса. И, собственно, убивает двух снайперов команды флипсайд. Ну, вот я говорил об этом, да, что не нужно два ВП в атаке на трейне. На трейне можно вообще без... Не, ну лучше, конечно, играть с одним АВиком в атаке, но... Так, флипсайды пытаются выходить на аплэнд, но без шанса. Без шанса, все очень жестко контролится здесь. На дальней дистанции просто не подпускает к себе. Конфиг и Каджун прозрывают здесь просто-напросто вот этот выход. Делают парни, соответственно, по 3-2 фрага. Ну и 8-6, наверное, все-таки можно сказать о том, что это неплохой счет. Но, опять же, учитывая то, какая была инициатива, да, то есть какое было преимущество у флипсайда, конечно, это не самый хороший счет. Но, опять же, карта трейн — это карта защиты, карта дефенса. И, собственно, в общем-то, флипсайды, наверное, после первой половины должны доказывать это. Ну, однозначно, они уже отыгрывают этот трейн лучше, чем против команды Cloud9. И, кстати, у нас там уже Блейд на окнах. Хорошая позиция для того, чтобы убить Урбина, который просто пушит и пытается убить как раз-таки сотку. Это у него не получается, и Блейд его встречает 5 на 4. Блейд там просто ветер, ветер устроил, дает кучу экшена. И начинают парни, его тиммейты, выходить через трансформатор на точку А. Работает Каджунт на планете, нет размена. Ситуация 4 в 4. Конфиг забирает Блейда. Какой же переворот от Дигнитас. Маркелов с праздничком выходит на зелени и погибает от Конфига. На Конфиг царит на этой зелени. Пока что он там царь вместе с Рубин, но разделяют они трон. MSL делает минус на Вейлендере. Волд Эдит отвечает, но еще нужно 3 мишени поразить. А Гоши. Калаш возьми, братан. Каджунт бей очень красный. Волд Эдит промахивается по противнику за плентом. И MSL его за эти промахи наказывает. Все-таки 9-6. Пользу команды Дигнитас заканчивается. Это первая половина. Ну и нужно напомнить, что не самым лучшим образом отыграли флипсайды на пистолеточке. Мы помним, как все там происходило. Опять же, отданная Эко. Да, Эко взяли сами. На трейне взять Эко в атаке довольно сложно. Но все-таки они сделали. Еще, наверное, сложнее взять Эко в дефенсе, что, собственно, и сделали Дигнитас. Ну, 9-6. В общем-то, довольно неплохой счет. Игра у нас развивается очень динамично. Спасибо за это коллективам. И вот будем надеяться, что флипсайды все-таки возьмут раунд в дефенсе. Все выровняют как-то счет. Ну, естественно, до 9-9. И потом покажут хороший, вот такой, знаешь, фундаментальный, зацементированный, забетонированный просто, не знаю, трак приехал, всех укатал в бетон. Вот чтобы именно такой дефенс был. Я называю в ноль. Дефенс в ноль. Это когда не отдают ни одного раунда просто. А карта трейн, она вот такая, которая вот способствует этому. И здесь действительно это вполне себе рабочая комбинация. Учитывая то, что, в общем-то, это пик, опять же, команды флипсайд, то я думаю, что они готовы. Но, как всегда, вчера у нас, я уже об этом не раз говорил, история не самым лучшим образом складывалась для флипсайда. Они проиграли 4-11 в защите. Конфиг уже ворвался на позицию, где у нас любил действовать Андрей Блейд. Также врыв будет через верхницы зелени. Это зажимка апмента, которая пока что не работает. Ну, как же так? Блейд. Но дальше работает Блейд. Только одного забирает конфиг, тут же отвечает на девятки. Маркелов, нужно делать минусы с этой позиции. Замечает МСЛ, который просто устанавливает бомбу. И еще и Шара ошибся и проиграл перестелку с Кэджин Би. И сейчас вот этот фраг Маркелова, он очень важный. Но, опять же-таки, там два игрока, которые имеют кроссфайр позиции. Бомба поставлена. Марик, Марик, нет, не получается забрать конфига. Он должен знать, ему наверняка дали... Ой, какая хаешка. Наверняка Марику сказали, где лежат дефузы. Я, кстати, не обратил внимания, если были ли... Ой, хороший от конфига. Но вот такой вот раунд достаточно простой. Три зелени, если я не ошибаюсь, два миддл или три миддл, два зелени. И вот оказались не готовы флипсайды к этому. Их развалили очень жестко, там и на зелени приняли. И, в общем, на открытом планете Марик был на хорошей позиции на крыше. Но мы видели, чем это все закончилось. Кстати, заметил при смене сторон. То, о чем мы недавно говорили, вот МСЛ вообще не закрывался. То есть он рассказывал страту на этот раунд, и действительно она сработала. Какой бы простой она на первый взгляд не показалась. МСЛ, вышеупомянутый, заходит в наш уже за пятый вагон. Вместе с Кейджин Би действует против Блейда. Это получается опенфраг до команды Дигнитас. Ну и подключаются остальные ребята. Конфиг, Рубино, Ворлдедит и Шара вдвоем против пятерых. И здесь хоть кого-то забрать. Шаре получается убрать Рубино, но потом ликвидация от Конфига. Ворлдедит последний через тупики. Нашивает у нас очень хорошо МСЛ. Пистолетов остается красный, но уже подошел Кейджин Би и забрал его самого. 11-6. Дигнитас идеально действовали в этом раунде. Они показали, как нужно играть против экономического у дефенса. Все просто. Нужно выйти в мидл и просто на стрельбу перестрелять своих оппонентов. Мы с тобой очень часто отмечаем то, что действительно против пистолетов иногда лучше ничего не придумывать. А просто пятером выйти на одну точку. Там, опять же, как я всегда говорю, за счет тяжелых девайсов, за счет того, что вы можете на дальней, естественно, преимущество против пистолетов, вам просто нужно его использовать. Ну тут МСЛ абсолютно не залетает по стрельбе, но все-таки тиммейты поддержали и без проблем разруливает. Хотя капитан погиб, ну и Шара последний сейчас, судя по всему, умрет в Зиге. Так и есть 12-6, но это, конечно, не самый хороший счет. Можно сказать, что даже ужасный. Ну и Flipside, тут уже можно сейчас говорить это без права на ошибку. Да, нужно начинать камбэк именно сейчас здесь, дорогие леди и джентльмены. Ну и Шарри и Маркелову тоже стоит подключиться. 6-15 и 6-14 статистика, что у одного, что у второго, пока что не самая лучшая. Но мы-то знаем, что статистика не всегда говорит правду. Человек может отыгрывать 6-15, 6-20, но потом взять очень важный раунд и потащить игру на допы. Шара у нас в соло принимает точку B. Тут наверняка он, может быть, даже и слышал какой-то экшен. Ну и Дигнитас подходит в пятером под B. Я не знаю, читают ли это игроки команды. Да, Вейлендер уже стягивается. Втроем B сейчас планы будут принимать. Сейчас будет уже у нас совсем скоро раскидка от Дигнитас. Ну и прием от Маркелова и компании. Марик погибает. Шара только один минус от него с закатушками. Вейлендер тоже на тупиках в точке B забирает Мэджис Боя. Ситуация 3-3. И нужно выходить дальше за бензовозом Вейлендер. Там еще есть поддержка от двоих игроков, которые пришли. Ай, и какой хэдшот от Коунфига залетает. И уже меньшинство. Очень грамотная игра Дигнитас. Очень все правильно они сделали. Выбрали хорошо так для первого девайсного раунда. И это мы видим развал полный. Флипсайды не смогли принять нормально B плэнд. Хотя вот Вейлендер подошел третий и сделал размен. Ситуация была 3-3. Да, но потом зачем вот так вот пикать было, я не понимаю. Ну, в любом случае, молодняк команды Дигнитас пока что перебивает молодняк команды Flipside Tactics. Посмотрите на Конфига 25 на 10. И его очень сложно остановить. Действительно, очень сильно залетает по стрельбе сегодня у Кристиана. Ну и Flipside решает вот такой вот бай произвести. Это Шара с ЮМПшкой. Один на точке B и тут же отлетает от мэджа с боя. Опять же, ну, честно, эта игра, ну, это не, ладно. Выходят на точку B игроки команды Дигнитас будут сейчас устанавливать бомбу. Опять же, хорошее понимание динамики и чтение ситуации. Дигнитас просто делает абсолютно то же самое практически, что в прошлом раунде. Единственное, что там был небольшой ход, холд и выход, в конечном итоге, сплитом на нижний и верхний парыч. Ну, а здесь это против Эка. Естественно, опять же, сыграли просто быстро. Даже не быстро, просто, в принципе, быстро заняли коннектор. А Шара-то пришел сам и погиб. Ну, снова вот Дигнитас, что только что сделали. Знаешь, что плохая экономика? Быстро выходим на B. В предыдущих раундах, когда вот у Flipside не было автоматического оружия и АВП, они просто выходили на A на морозе. Но здесь решили вот сыграть как-то более интереснее, что ли. Не выходить третий раз уже подряд на A. Ну, и, соответственно, это сработало. Мэджис Бой только подрывается. Два минуса на его счету. И Блэйд вместе с Ворлд и Дитом сейвят Диглы. Конечно же, это будет Бай. И я уже вижу два АВП в защите. Два АВП в защите – это вполне себе рабочая комбина. Один стоит на B, один стоит на A. Но что-то Flipside сами не свои. Пока лица такие расстроены. Лица кислые, да и счет очень неприятный. 14-6. Шесть раундов в атаке, пока ни одного раунда в дефенсе. Проигранные две пистолетки. Это, конечно, провал для Flipside. И, опять же, на их карте они явно рассчитывали на более качественную игру. Ну и здесь, если будет как раз-таки дальше этот провал продолжаться, то нужно будет задуматься о карте Детрейн. Потому что вот так вот отыгрывать и ее пикать дальше – это довольно-таки спорное решение. Шара. Вновь один-одинешник на точке B и MSL может найти противника. Здесь и открыть позицию. Конфиг под смог прорывается напрямо на ВП Маркелова. Блэйд забирает также одного-второго Рубина Мэнджисбой. MSL тоже отлетает от Шары под B. Ну и Cajun B последний – это абсолютно безошибочный раунд команды Flipside Tactics. Вот смотришь на Конфига, да? Чувак – фраг-лидер, там все убивают, убивают. А потом я смотрю, как он выходит сверхниз, садится, начинает поливать просто. Ну, это вообще какой-то идея. У меня просто не укладывается в голове. Как человек, который является топ-фрагером, вот таким, ну, безобразным образом отыгрывает, если честно. Значит, это было бы мне простительно на матчмейкинге, но вот такому парню, конечно… Ну, бывает. Ладно, не будь столь критичен, господин. Ухо. Ты понимаешь, это вот как физическая подготовка. Ты должен в плане вот технический, да, по стрельбе ты должен просто, ну, отыгрывать идеально. А вот когда ты садишься, нажимаешь кнопку и ее не отпускаешь, при этом дистанция какая, извини меня. Может, он заметил двух своих соперников и решил атак полить. Помнишь, как вчера на Мираже там Devil поливал одним спреем минус два? Ну, там, кстати, дистанция меньше была. Ну, все равно вот этот спрей тоже был бы неоправданным, на самом деле, если бы он там не залепил второму хэтшот, например. Ну, в любом случае, да, технический брак, он присутствует, но зато у нас интересный матч и, возможно, даже камбэк команды Flipside Tactics и пара волос на точку B. Дигнитес решили просто обузить B, нащупали там слабое место в виде шара и, опять же, собирается выходить на B. В пятером не мудрствуя, лукаво, спокойно подходит. Сейчас будет фирменная раскидочка, много гранат и, в конечном итоге, выход. Ну, и готовы ли Flipside? К этому прошлый выход на B не задался. У звена этого шара и Маркелов они вдвоем сделали всего-навсего один килл. Да уж, Маркелов замечает противника, прежде чем ослепный. Тут же хороший выстрел по конфигу, но вот шара ошибается. Марик тоже мажет и уже ситуация в пользу команды Дигнитес. Там булт, хорошие смоки и молотовые, которые летят для зонирования позиции Flipside и Waylander вот ничем не сможет пока помочь. В очередной раз проблемы у Flipside на точке B. Сейчас будут делать ретейк. Кэджун Би забирает Блейда. Ну и что дальше? Что дальше? Два авика – это минус пластичность. Кэджун Би при этом забирает опять же этого снайпера. Маркелов отвечает на Мэджикс Боя. Ситуация 2 в 3. Все плохо, но… Waylander! Два в два. Есть молотов. Так, есть… Но просто нужно на морозе сидеть. И дефузит нет! МСЛ забирает красного Waylander, а Маркелов тут же убивает Кэджун Би. Понимает Марик то, что он не успеет на разминирование этой бомбы. Но хотя бы МСЛ нужно забрать, который в принципе тоже на него выходит, но вот подрывается. Марик уходит из-под прицела. 15-7 и вот сейчас еще тяжелее становится ситуация. Да. Ну как-то ты видишь, вот опять же, как просто действует Дигнитас. То есть они играют не на своем пике, да? Они играют не на своем пике, они понимают, что… Ну вот, мы один раз пошли туда, там проходной двор. Второй раз пошли, там проходной двор. Гол третий раз на проходной двор. Чего нет? Притом то, что в этом Best of 3 карты хорошие для Flipside Artics. Да. Ну посмотрим. Пока что вот только первая карта, ребят. Следующий Cobblestone. Но и здесь ничего не окончено. Рубина на шестом вагоне. А имит голову. Мэджис Бой забирает Waylander. На тупиках также. Волдвит отлетает. Рубина забирает Маркелова. И Шара вместе с Блейдом. Попытается что-то сделать и… Блейд через сотку вырывается и не убивает противника за трансформатором. Потому что Cajun B в этом раунде не промахивался ни разу с AWP. 16-7. Итоговый счет первой карты этого Best of 3 противостояния. И напоминаю, что это выбор карты команды Flipside Tactics. И… Пока не пошло. Не зашло, не поехало. Гоу на перерыв, короче. Потому что на самом деле я даже не знаю, что тут сказать. Так плохо играют Flipside на своем пике. Ни одного раунда в защите. Шесть раундов в атаке, ни одного в защите. Это уже… То, о чем я говорил. Стоит задуматься о том, что возможно нужно пока что отложить на более лучшие времена карту The Train. И посмотреть демки действительно, что не получается. И подучиться чему-то своих соперников. Раскатали просто. Раскатали на втором трейне подряд. Flipside просто без шансов. Да. Это при том, что вроде как, опять же, эта карта… Да. Flipside. Flipside и они обыгрывали некоторых грандов на ней, что самое интересное.